Сейчас прошел, надо пойти подлить это. Еще одна фотография, потом пойду подлить. Итак, кто-то из вас, по-моему, мой, по-моему, если ошибся, Иван Федорович, дежурный по Казахстану, это не у вас жрут эти косточки, мякоть, то есть как называется, всередка, как называется, все время зубой сказать. Вот, всередка, то ли это персик, то ли абрикос. Вот, муравьи напали, жрут, и я им посочувствовал. У меня косточек столько, что пусть жрут, сколько хотят. Мне от этого не, это, ни холодно, ни жарко. Вот когда человек над каждым трясется, вот, хоть плачь, ну, все делать. Ну, что? Вот, я муравьев не троган един. Это закон природы. Они нам равны, равны нам. Это лучшие в мире солдаты, не имеющие, это самое, трусости. Это работяги, не имеющие усталости, то есть усталость у них есть, но самотверженные люди, каждый из них герой труда. Это родители прекрасные, вот, защитники. Вот, я ни одного муравья не обижу, это принцип. У меня нормальный сад, у меня там этот самый, муравьи бегают по нескольким этим самым деревьям, я не оговорился, съедают плю. Вот, ну, 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 что я скажу, я развел руками. Еще больше надо тогда этих самых, чтобы, чтобы, извините за такую фразу, она не понравится многим. Ну, чтобы муравьев хватило. Вот так вот. Я по-другому не могу, мне полно этого добра, я хочу, чтобы у вас было полно, чтобы над каждой кусочкой не жалели. Вот, и еще, вот это имеет прямое отношение сюда. Вот, берет человек и сказал себе, ну, любой ценой избавлюсь от муравьев. Еще один вариант, уничтожение деревьев, вообще, под озвуком борьбы с муравьевами. Чем он думает? Ну, вы что, по-новой, сглузду съехал, я уже не знаю, как с вами разговаривать. Я уже на украинский перехожу, в русском не хватает этого. Слов. Вы сглузду съехал? Вы зачем гныете дерево? Ну, ты сейчас показал. Вот, делайте так. Ну, с чем ты думаешь, когда ты гныешь и основанишь сам? И вот. Тут я муравьев, прощаю. А здесь я это, муравьев превозношу. Нельзя этого делать. Своей главный, самый лучший способ борьбы с муравьевами. Защитил. Нет дерева? Нет муравьев. Так, что ли? Так, ребята. Я сейчас проговорю. Мне нужно кипяточку подлить. Еще раз, я разговариваю. Мне большое пересыхание глотки из-за гайборита. Я вынужден все время бегать, подливать свежий чай. Вот. В это время я пытался сказать свежий. Нам нужна специальная... Я не успел сказать. Ради чего приехал. Я же показывал эти страшные приемы. Глупые, ну, смертельные. И пытался донести мысль. Нужна цензура. Нужно создать комитет. Нужно ограничить. Ограничить миллион людей от этой глупости, дурости. Вот. Получил. Отключили микрофон. Вот эта фотография. Это главная богатство моего сада. Вот. У меня их несколько таких. Вот это вот отводки, корневые отводки китайских слив. Вот. Рядом, видите, деревья? Это китайские сливы. А вот это вот от них пошли. И вместо того, чтобы скосить, вокруг все выкошено, часть попала под косу, там, где пожиже. Вот. А здесь рука не проделась. Вот там новый сережок. Хи-хи-хи-хи-хи. Ну, давай-давай. Это самое. Пристройку куда-нибудь. Хочешь, так, продавай. Хочешь, корневые отводки используй, как подвой. Мало ли. Вот. Можно это самое. Еще несколько деревьев. Если прикупим землю. Там землю же не дали. Шушенский этот самый поселок. Землю нам не дал. Зачем вам земля? Вот. Значит. Хорошо бы еще таких бы еще несколько деревьев. Вот. Ну, по крайней мере, косил я, рука не проделась. Тогда я, значит, показываю, где еще не проделась. У меня после выражая 22-го года вот то, что вы видите, да, годом раньше, потому что был 23-й, это 24-й. В 23-м году было выкашено тысячи вот таких вот уникальнейших. Это впервые в мировой практике, когда, почему таких садов не создавать. Ученый мир это тот же самый, как этот самый, вольер для породистых сук, собак. Когда не дай бог подпустить туда кого-то. Так и там. Вот. В результате вырождения, поняли, да, вот, в результате слабая морозостойкость, а здесь смешанный сад, тот самый, за который я получил по морде. Когда мне сказали, что это мошенничество и обман, со смешанного сада нельзя брать косточки и выращивать. Вот они! Каждый из них, у них они, вы понимаете, нету больше сортов. Курдюмова что сказал? Железово Леонид Константинович упразднил понятие сорта. А он тоже выпускник и мерягики. Ну, по-моему, из лучших. И тогда получается, что кто отец, неизвестно, кто мама, неизвестно, а тем более бабушка, дедушка. И вот это все немыслимое богатство. И сейчас я сфотографировал девятый, получается, восемь дней назад сфотографировал. Вот. Еще не все скосил. Еще не все. Видите? Смотрите. Лучше выглядят там, где прессорные круги. Ну, то есть, трава нет, конкурессионные лучше пошли. Видите? Вот. И сейчас я вам еще покажу. Вот это еще на площади сотни квадратных метров пожиже, но так же все заражено. И это никому не нужно, кроме тех, кому я продаю косочки. Но продаю мало. Очень мало. Результаты в этом году по всхожести были феноменальные. Я не говорю, что во всех десяти из десяти, из сто и ста. Но абсолютно большинство, а теперь есть свои сады. Вот так вот. И в страшную пору, когда была это, уже почти летние заморозки, морозы, почти летние, уже не весенние, вот, мои выдержались честью. Мои, вот эти, вот, это сыновья манджурского абрикоса, это сеансы, вот. И до сих пор, почему они не нужны науке? Почему? Может, еще кто-то это будет обзванивать, начиная там, ну, близко не пустят, поговорить с президентом Академии наук, вот, допустим, с чиновниками, там, из этого самого, из аппарата министра сельского хозяйства, там сейчас женщина, которая наверняка сама лично вряд ли что-то в этом понимает, на то и помощники, советники, вот, кто-то будет разговариваться и сказал, почему в одном месте уникальные вещи с тысячами выкашиваются, и ведь это продолжается последние 30 лет. Тягостная пауза. Знаете, как я хотел назвать этот, как сказать, ну, я почему не назвал, думаю, не поймут. Давайте попробуем понять. Итак, как сложен мир, воскликнул ёж, слезают сапожные щётки. Кто умный, тот поймёт. как сложен мир. А вот это уже у нас Алтай. Абрикос Серафим супер. Ну, единственное, у кого в саду, где есть Серафим супер, это Железов. Абрикос Байлевицкий вот, от Железова. Вон там чего-то Железова, чего-то Железова. Рыжий, это понятно, от Железова. Вот, посмотрели. Монетоба, Рыжий, Артём, Артём. Так, значит, тоже мои. Смотрите, какова вероятность схожисти. Вот. Артём, поздний. Ну, пинжиры я ни при чём, а можно. Слово мои, вот ещё. Это всё на продажу, я горжусь этим. И, наконец, Персик Минусинский, Персик Минусинский. И так, на этом всё. Значит, я снял отдельный фильм. Я надеюсь, что вы видели этот фильм. Там есть фамилии, отчество, там есть адрес, там есть телефоны, там есть всё. Вот. Алтайцам не это, можно уже спокойной душой качественные саженцы покупать, не выходя за пределы Алтая. Вот. Я это приветствую. Любой человек может спросить у меня, может сказать, а докажите, что это не это, не из этих, не из магазинных отцик, а именно из Сибири. Как угодно. Но процесс пошёл. Но нам нужно их несколько тысяч таких небольших. это же небольшой питомник. Фильм видели. Кто нет, тот пусть увидит. Вот. Вот это вот мой. Сейчас. Вот это вот мой. Ещё раз. Кто не записался, запишитесь. или как там. Вот. Вот это он есть. Это мой канал под названием Садоводство Пожелезово. Набирайте, попадёте. И вот здесь вот. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Сейчас, наверное, даже покажу. Сеянцы в Казани. Нет, это не то. Ладно, короче, ещё немножко поручить назад. Вы увидите алтайский питомник, вот этот самый. Там все данные. Вот. Покупайте и вы это, и вы обрящите. Вот это я хотел сказать. Ребята, нас много, нет, нас больше, но это капля в море. Гигантский аппарат работает против нас при полном бездействии и контрольных органов. Достаточно одного. Я что имею ввиду? Дайте мне трибуну, дайте мне один час, чтобы вся страна, я бы за час всю эту горькую правду выложил. Вот. Я понимаю, разорились бы сотни, сотни питомников с этими, с фальшивыми саженцами. Но люди спасли бы миллиарды. Сколько можем мошенничать? Так, саженца очень хорошая, тоже покупал. Внимание, не все коту-масленицу. За лето выросли чуть ли не в два раза. А на следующий год не проснулись ни абрикосы, ни яблони. Очень жаль, все садил, как объяснял Валерий Константинович. Вот так вот. И вот теперь, естественно, это, ну как сказать, это просто комментарий, не то, чтобы ко мне что-то там, чтобы я как-то разъяснил. Я же ничего не знаю, как они росли. Наверное, ошибок было мало, раз он меня учился. Но тем не менее, саженцы погибли. Вот. Что из этого следует? Давайте так. Полная картина, может быть, если бы я там походил по саду, я бы взял рамки, я бы посмотрел. Мне приходилось встречать геопатогенные зоны в десятки, сотни квадратных метров. У нас предгорье, у нас их полно. У нас люди гибнут, умирают из-за геопатогенной зоны, только из-за невежества науки. Я так смело говорю, придумайте такое, вот, что это, биолокация, это паранаука, ну то есть, как бы клеймо на ней. То есть, биолокация, это, поняли. Вот, вот этот момент, он касается и людей, и деревьев. Вот этот момент, так, значит, бывает невидимая причина, мне редко, но попадалось, даже фотографии есть где-то, в те времена. Саженец надо выкопать, а потянул его, он взял, раз, а корней нет. Где корни? Правильно, они очень вкусные оказываются. Вот, то есть, корней нет, и гадай, а многие и этого не знают. Недавно был случай, я потом его, если я опять найду, фотографию человек прислал. У него погибли 6-7 летние деревья, вот, и когда я попросил взять, поскоблить основание штамба в априкосах, самые основания штамба, они оказались мертвые. Вот, и тогда, нет, это будет следующая тема. В общем, вот так вот, сказать, почему погибли у него априкосы яблони, я не могу, причины может быть несколько. Хотя обидно, страшно. Уже бывает, все, все, проехали. Дачная амнистия, вот это межевание прошло удачно. Вот смотрите, где-то эта фотография гуляла в интернете. Я наткнулся на нее случайно. Ну, она всегда так, вот самая, рыбак рыбака. вы видите, что такое дачная амнистия, да, межевание. Значит, понятно, что вот такого забора оказалось мало, кто-то не пожалел денег, и трехметровый забор. Возможно, он, плюс в этом есть, возможно, он защищался от ветра, да, такое бывает. Ветер, я потом ниже покажу, что творит ветер в садах, где покупают саженцы у людей, которые их вроде бы или перекупают, или выращивают, но сдуру делают метровым штампом. Потому что они в школе, этот самый, они не проходили законы Архимеда, то есть, дай мне, помните, дай мне рычаг, я переверну земной шар. Земной шар он не перевернет, а саженцы с метровыми штампами падают, как кегли, в любой ветер. Вот, и тут получается, что, как посмотреть, забор, ура, кто-то защитился от ураганного ветра. Скорее всего, тут другое. Защитился не от ураганного ветра, он, может, даже не подозревает о нем, тот, кто слева, а он защитился от этой дамы, может, хорошей дамы. Вот, он не хочет, чтобы ему заглядывали туда, он не хочет, чтобы перелазили дети через забор. И такое может быть. Но я всегда привожу пример в свой сад. Я показывал, сейчас, чтобы опять не говорили, повторяюсь, повторяюсь, я показывал пять-шесть фотографий, где к соседям свешиваются, в одном случае, Ирина Александровна, напомню, десять ведер грушу, с одной ветки десять ведер груш упало на территорию соседей. Целый фильм сняли, попробуй обмани, когда они улыбаются и благодарят. Упали на территорию соседей, ветка вот так вот, фотографию показывал, но стыдно повторять в одном случае. Опять же, груша на противоположном соседям, сливы противоположным соседям достались, абрикосы падают на их территорию. И никаких скандалов, вы понимаете? Никаких скандалов, вообще никаких скандалов. Как так? А это уже другая жизнь, это другая дружба. Ожидать от соседа, что он посадит и это, теперь соседу надо три метра отступить уже не из-за норм, которая полагается выдерживать там по каким-нибудь там этим. костом. А потому что тень от этого забора еще уже толком тут близко не посадишь. Вот. Ну, зато спасен от ураганных ветров. Вот такое это. А нам проще забор два метра или метр восемьдеть и все прекрасно. Соседи не в обиде. Им столько перепадает фруктов и тем, что слева, и тем, что справа. Вот. Еще и третий сосед. Представляете, большая часть шелковичных этих платок шелковичных падает на их территории. Вот. Все. Приехали. так. Вот это очень важный момент. Ну, мы, конечно, про, как сказать, про, про скотчем. Вот. Значит, Кузнецов, зачем этим заниматься? Сейчас поймете, зачем. В Сибири много селекционеров, центров. Пучкин, Матюнин, Барнаул, Чемал, Еремеева, Дускобилов, Турсун, Полот, Хакасия. Кстати, Дускобилов знакомый лично, приезжал осенью, да. И все увидел, что интересовало по абрикосу, от огранения до посева с Матюниным сотрудничали много лет. Сейчас поймете, к чему. Говорю, это очень авторитетный человек с Алтая. Семенным материалом проблемы нет. От сортов и форм, способных выживать, подносить в условиях второй зоны по морозоустойчивости до минус 45 аргументы в пользу сеянцев. Вот, заметьте, вот, у меня самое главное, сеянцы, да, полно, и все, и вот эти, эти, зараженные, что ли, сеянцами заражен полсада, все это есть. Но мне главное, что, о, этого сеянцева не добудешь. Ну, вспомните, я думаю, случайно он показал, что ведущую роль в этих самых, набираешь фото, абрикос, академик, и ведущую роль там играет Железавелик Артенович. Извините, что за нескромность. Лучшее самое. Там есть еще академика классика, но у них в два раза меньше. Классические. А мои уже, уже и в Дании, уже и не академики. То есть, это уже использованные академики. В два раза полтора крупнее. И вот получается, что, значит, будем говорить про сеянцы. То есть, большая часть России привитые деревья по технологии Железавра, с подвоями Железавра, в том числе и абрикосы, и с наслоением ментора, с наслоением ментора, все это, ну, человек за пределами этого. Умнейший мужик, но у него свое направление. Давайте его рассмотрим. Вот. Давайте его рассмотрим. Итак, сеянцы абрикоса наследуют признаки материнского растения до 95%. То есть, мои академики, 80 грамм, 100, королевские, 8-100, воинные, они должны диктовать те же, то есть, они должны быть такими же наследием. Извини, брат Александр, вот, чего не будет, того не будет. Вот так вот. Вот. Если мы берем сеянец, у него должны быть два родителя. Можно вырастить. Ну, вот как сделал этот самый наш друг. Ну, друг в кавычках этот самый. Кандидат наук, директор института, Ваулин, да? Что он сделал? Он мои вырастил все яйцы, мои. Довел заплодоношение. Все они, но они хороши, они крупнее родителей. Ну, до 30 грамм, скажем так. Патриархи видели, красавцы. Они съедобные. Некоторые скислинки большинство вообще культурные. Все это есть. Но у них на этом и все. Вот за не зря потом, прошли годы, он мне сделал новый заказ. Он мне присал 20 тысяч рублей в два приема. Он мне присал справку, что я еду, как в Селябинск, да? Вот. И что я должен это самое ходить по чужим садам, показывать справку и говорить продайте, никто не говорит, он же деньги прислал, чтобы я купил, правильно? А не просто так. Вот. И я в Абакане это делал в Абакане. Потому что в Сангурске понятно, это все знают, а там соль и вот тогда, а я понял так, он решил сохранить вот эти признаки, не выходя за пределы. То есть они не испорчены, наоборот, они не испорчены. у Ваулина не хватило, чтобы они были испорчены именно крупноплодными роскошными сортами, чтобы там не было второго отца культурного. Я не знаю, почему он себя ограничил, я не знаю. Ну, и что, пошел по этим направлению и пошел. Получил признание, получил. Значит, сенсацию представил, да, ученый совет представил, про железо забыл, забыл. Идем дальше. Вот. Жильзо так и остался в тени. А тут получается так. Если у него сеянцы вот такого типа манжурского, да, ну, у них есть наследники у манжурского абрикоса, там, допустим, чемальские, там, эти самые, ой, ну, короче, они все скромные. Вот там, да, вот как у родителей вот такой вот, 20 грамм, 25, ну, такой и будет сениц, и замечательно. Соки, компоты, варенье, морозостойкость предельная. У них же они не использованы генами культурных, менее морозы. Вот это хотел сказать. Это еще одно направление для него осталось. Правильно? То есть потеря один из 20 в дикую сторону. Интересно же, а почему интересно мне? А почему я не говорю только прививать, рву терняшку, у вас будет 100 грамм, муава, сколько я вам показывал, уже не одну сотню фотографий. Вот. Сейчас, если Александр меня посмотрел, может, он, когда он перечислил, кто занимается абрикосами, он про меня и не вспомнил. И мне кажется, я знаю почему. Он может про меня ничего и не знать. Так бывает. каждый специалист подобен плюс. Нет, я не сюда попал. Сейчас. Вот. Если кто-то скажет, Александр Кузнецов, очень что, я не помню. Когда-то даже переписывали, что потом как-то за это. Вот фотогалерея, да? Вот. Вот это может быть не на всей территории России. я исключаю в таком количестве, в таком количестве, я исключаю в таком масштабе именно Северо-Запад. Даже Дальний Восток, тот самый, где, казалось бы, Казмин, там много этих самых катаклизмов. Вот. Но Хакасия, Юг Краснодарского края, Юг Кемеровской области, да? Отдельные регионы, даже Иркутская областью. Не зря же он Еремееву помянул. Еремееву, а кто не знает Еремееву из Иркутска? Очень важный ученый человек, да? И получается, Средняя Россия, где не самая дождливая, Середина России, ну не самая дождливая, ну не самая мокрая. Вот. Везде надо заниматься прививками и получать вот эти чудеса. Вот эти, вот эти. Вот это было приготовлено к этому это телевидение приезжало. Вот видите? Вот это вот, вплоть до черешни. Вот. Так вот, я к чему хочу сказать? Возвращаюсь сюда. То есть, привитые, это основа моего сада. Но, откуда у меня взялось, я же второе направление не отменял, вот эти самые, точно так же, как он, вот. и у меня вот это наследует, а даже не просто наследует мои сеянцы манджурского абрикоса, и сеянцы от сыновей манджурского, то есть третье поколение. Я же не стал их это, я их срубил почти все, спилил, только в этом году, когда оказалось, что только сыновей манджурцев больше 100 трехлитровых банок, а это почти 200 тысяч оказались никому не нужны. И вот эти вот, я думаю, я вот это все рассказываю, это моя боль, я имею право так говорить, это моя боль. И вот это вот все, и то, что в погребе стоят эти самые, сотни тысяч непроданных косточек, вот, которые так же, как у Кузнецова сохраняют, вот, и не просто вот они, вот, и это все пропадет, потому что продать не смогу. вот, и вот это, то, что я, это самое, сейчас возвращаюсь к его публикации, она же не просто у меня появилась, ее прислали, прислали, сеансы, мэтр, 95%, конечно, он имел ввиду поскольку этих самых названий, но они все скромненькие, рядом в Челябинске, именно такие получаются до сих пор в научных учреждениях, и вон, есть же ролики, вот, вкусненькие, нормально, вот, и особо намного не претендует, принцип как в советское время, помните, и сейчас он действует, да, в науке действует принцип, почему я знаю, сейчас скажу, почему, значит, ну, принцип был такой, государство делает вид, что оно платит, а мы делаем вид, что работаем, и когда уходил, вот он, вот он, человек, о котором большим уважением отозвался, сам Александр, вот он подружился с Доскобилом, и когда Доскобилов работал за 15 тысяч рублей, будучи начальником лаборатории, замк лаборатории, вот, кандидат наук за 15 тысяч, а потом оказалось, что это еще и много, вот, те, кто после него уже этого не могли заработать, вот это, что есть, то есть, значит, остается два направления, и я железу с этим целиком согласен, для части полукультурных абрикосов, оно действует, а их у меня очень много, и сейчас я их продаю по цене 15 рублей косточку, это недорого, вот, дело в том, что придет осень, и свежие выражения 24 года уже будут стоить 25-30 рублей, и я сейчас, те, кто меня слышит, пусть немного, пусть через неделю будет 300, 400, 500 человек, не более, просмотром, но тем не менее, хотя бы несколько человек, возможно, еще закажут у меня, почему, потому что я снимаю шляпу перед таким специалистом, как Александр Кузнецов из Алтая, я его знаю, умнейший мужик, вот, совмещает в себе и садоводолюбителя, и профессионала, и ученого, и тогда вот это вот поддерживают то, что у меня сейчас есть, 90%, у меня же больше брали культурное, это прямо борис какая-то, не академик, косточка, нет у меня королевский, да вот, возьмите половину этих самых манджурцев, все-таки, вот они, наследуют, так же рассказывал, вот слово в слово, потому что мы с этим салом, с Кузнецовом как два этих салом, братья на век, вот у нас одинаково, у нас одинаково, эти, все это одинаково, так можно сказать, и мысли, и дела, вот, и тот, кто купит даже манджурские абрикосы, или сыновья манджурских абрикосов, это люди, или осенью уже сеянцы, в виде саженцев, они никак не прогадают, ну когда-то же они должны занять всю Россию, ведь сейчас самым разностранителем, наверное, у меня и у того же Кузнецова, наверное, где еще, ну где еще больше-то, рынок забит этими узбекскими, а, или вы не знаете, вот, все это я пропускаю, потому что вы уже устали, наверное, вот это я не читал, нет, а прививка сорта абрикоса, долгой воды практики, привитые сорта абрикоса не выживали, ну у него с минус 45, у меня-то такого, раз или два всего доходило, не выживали, ни московские, ни уральские, ни чимальские, ни хасадские, пескуновые, байкаловые, ни дальневосточные, от меня зря не попробовал, хоть зря, нет, тогда, когда мы познакомились с гражданином Кузнецова, надо было, хакаскин, пескуновые, это мои же, только дело в том, что у меня не прошли несколько поколений, особая технология, вот, поэтому, поэтому, надо было все-таки дружить со мной, ну ладно, что было, то было, и вы, получается, отказались, выживали, самые зимосокие сорта, маломорозной зимы, укрытыми в снегу, ага, удавалось получить плоды с перепылением, с весными формами, от сибирского абрикоса, Господи, даже если выживали прививки, то привитые деревья развиваются медленнее, чем сеются, это правда, даже если абрикос, привитый абрикос, а в Сибири только так, если это делать, если другого пути нет, вот, вот сейчас только читаю, то есть, по идее сради, следует заметить, что сеянцы абрикосы развиваются активнее, чем такие же, но привитые саренцы, даже абрикос на абрикос, поэтому давно, много лет, не прививаю косточку, а выращиваю только сеянцы, и не потому, что лень прививать, просто интродукция, пустое занятие, если не досталось, в больших сортов, еще не потому, что такие растения более активны и продуктивны, в итоге выращены из косточки, чтобы спорить, у косточек свои, эти самые, свои есть достоинства, и это не голословное заявление, и не только пересказ, уравнение, существует личный опыт в вращении абрикосов, с косточек, потом многолетний, с первого я читаю, восьмой акустский врач в сеянце абрикосы, но с четвертого года, но я где-то чуть раньше, я где-то начал, а нет, в 85-м у меня еще несколько лет шло, она пока первая, у меня получается, где-то с 92-го, нет, я уже знаком был с Сирнышовым, да, где-то у меня 90-го, да, фактически у нас все одинаково, за это время испытывал много сортов, с разных регионов, почти все погибли, погибли в открытой форме, много погибло сельцев, однако некоторые гибридные формы выжили, многим деревьям более 20 лет, ниже фото сельцев абрикосов, которые мне удалось вырастить, из гибридных косточек, и это просто факт, из моего опыта выращивали абрикосов, из косточек, никого не агитирую за выращиванием, агитируйте, это очень важно, я за, мне нужно продать, из 100 тысяч, косточек, Александр, я говорю, держите, ради бога, ваши купят, может все и мои купят, я только за, вы авторитетнейший человек, вы для меня, один из, так сказать, столпов, на котором сибирское садоводство стоит, каждый выволен выбирать, то, что его ближе и понравилось, исходя из условий климата, желания, возможностей, вот теперь смотрите, исходя из условий климата, участка, итак, у меня, с тех пор, когда запустили ГЭС, климат выравнялся, исчезли крайности, дикая жара, чуть-чуть, это самое, чуть-чуть, прохладу дает, и не сей летом, так, дает испарение зимой, а испарение, это и, и ней, пока ветер его не собьет, это и и ней, это и, чем влажнее климат, тем, казалось бы, противоречие, есть какая-то, сильно сухой климат, так, абрикосы не гибнут, не замежают, а высыхают, есть другая крадость, сильно мокрый климат, как, возьмите там, Питер и все, и несколько областей, там не хочет жить абрикос, там сильно сыро, а есть определенный, и у нас, у меня и лично, у меня лично, и у моих коллег, это, черебушки, майна, Саиногорск, с пригородами, вот, ну и та сторона, Шушенский район, немножко зацепили, мой красный хутор, это, идеальный случай получился, и не вымерзает, вы, написали там, 45, а у нас, раза два-три было, когда, за несколько дней, за 40, да, пропускали урожай, но не гибли, но уже, не было такого, массовой гибель, почему, уже чуть сырее, понимаете, вот, значит, способствует этому, значит, и потом, это самое, ну, в общем, климат выровнялся, крайности вот эти, пики исчезли, стали пологими, и теперь оказалось, что, да, это не подарок, да, холодно, да, до 40, но к этому климату, мы уже приспособили, вот, есть специальная работа, уже, есть специальная работа, вот, только что опять начинать, на своение ментора, тоже подбирал, подвой, ничего попало, бог помог, первый же вариант оказался, самый живучий, вот, и пошло, поехало, еще раз, первый урожай большой, манжурца моего, патриарха, 1500 косточек, высаживаю, 180 получаю, сельцев, и пошло, и пошло, и уже, и по всей России, тысячи, 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 уже обругал эту даму, из этого самого, ой, Саратовской области, по-моему, которая хвастала, что торговала косточками, саженцы, не, торговала плодами, продала несколько ведер, прекрасных абрикосов, я отругал, почему она продала, вместе с косточками, вот, ну, поняли, так, это один из десятков примеров, и у меня целая папка примеров, по всей России, плодоносит мои абрикосы, по всей России, и вот, к чему я это говорю, значит, я, два направления, Кузнецова, поддерживаю, во многих местах, именно из семенцев, прекрасно вырастут, и пусть они будут скромнее, а для других, где, возможно, и прививать надо, и подвои вырастить, как некоторые, потом привить самим, это уже для волшебников, да, да, даже для простых людей, вы знаете, что для меня, который прививает ножом, я в школе, мы делали табуретки, и я делал, почему, это была часть, школьного программы, урок труда, изготовление табуретки, я помню свою кривую, горбатую табуретку, я помню, как я несколько лет назад, делал это, учил детей, своих внуков, делать это самое, скворечник, господи боже мой, мне уже стыдно перед ними было, уж вроде бы рука, это самое, еще все держит, получился немножко кривой, немножко горбатый, а прививать, пожалуйста, равных нет, поняли, то есть, я ближе к плотнику, плотнику, к столеру, я ближе, вот, и ничего тут особого нет, и не то, что мечтатель, должен купить косточки подвойные, а потом привить на них, вот, таких должно быть, как можно больше, то есть, два направления, одинаковые, 50 на 50, помните, там было 95% выживает, и это самое, и не, это, и не дичает, не хуже родители, давайте, у этого же, Ваулина, еще лучше родители получились, мои сеянцы, мои сеянцы, и фотографии есть, и такие же фотографии, такого же уровня, вот, есть только это, только здесь нету, ой, шалка, вот, надо было показать, ну, что, два направления, заканчиваем разговор, заканчиваем разговор, с Кузнецовым, делайте, нажимайте свой опыт, это он, радуйтесь, что же получается, вот и все, по мере возможности, делюсь с косточками абрикоса, слева в лече, в рамках интернет проекта, народной селекции, то есть, с активными участниками, не со всеми, и без всякой оплаты, значит, уважаю, вот, я бы не стал говорить о себе, если бы не прочитал про то, что, вот сейчас, что он, оказывается, бесплатно их продает, то есть, продает бесплатно, вот, я продаю, продаю недешево, мои косточки, самые уникальные в мире, так же, как его, наверное, и его, и мои, то есть, будем через запятую, косточки Кузнецова, и косточки Железова, самые морозостойкие, самые уникальные в мире, ладно, вот, я вынужден сказать, что, почему я не раздаю, у меня есть пенсия, каждый год я зарабатываю несколько сотен тысяч рублей, вот, никогда не считал, так, я, и все эти деньги, кроме пенсии, я отдаю, и у меня получается процентном отношении, я богаче всех, богаче тех, кто покупает самолеты, кто покупает эти пароходы, вот, яхты, знаете, это самое, клубы футбольные, я больше даю людям, чем они в процентном отношении, поэтому я продаю, я горжусь всем, что продаю, вот, но я продаю только, чтобы помочь, . 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 Субтитры создавал DimaTorzok